Бенюз Киезет, информационное агентство. У меня вопрос касательно иностранного контента. Вот сейчас мы можем наблюдать, что на нашем отечественном телевидении, в эфире чрезмерно переполнено, заполнено иностранными сериалами и фильмами. Хотелось бы узнать, в связи с чем это связано и как это можно объяснить. Это связано с тем, что есть, во-первых, потребность. Народ смотрит, надо признать. Другое дело, что запрещать мы не будем, но мы должны предоставить альтернативу. Качественный казахстанский контент. Вопрос только в этой плоскости, в этом направлении мы уже работаем. В этом году мы тоже где-то порядка 40 сериалов, думаю, сделаем. И получается за два года уже 80 сериалов. В этом направлении большая работа была проведена, комиссия проверяла. Да, для телеканалов цена вырастет. Два мультиплекса так называемых есть. В первом мультиплексе, скорее всего, будут республиканские каналы. Во втором мультиплексе как раз мы позволим попасть областным телеканалам. По Южно-Казахстанской области я знаю, что там достаточно много телеканалов, которые вещают только в одном районе, к примеру. Мы возможность дадим вещать на всю область или же в городе Чешимкент. Но цена будет расти, потому что мы должны понимать, что это услуга, которая будет оказываться Кастель-Радио, и она будет оплачиваться. Сейчас некоторые телеканалы не оплачивают. Тарифы мы сейчас внимательно изучаем. И я думаю, что в ближайшее время все частные телеканалы областного значения будут приглашены либо в Астану, либо в Алмату. Но тарифы будут расти, потому что это определенная услуга. Более того, скажу, что телевидение – это затратная вещь, за которую тюлюге тис бластыр. Он набракта ангангансы, дерге, женаганген, уздеринске айтат. В этот день русскоязычных журналистов не готовит никто. Переманивать откуда-то русскоязычных журналистов нам, сами понимаете, не так просто. Поэтому к вам просьба продумать, пожалуйста, этот вопрос. Может быть в каком-нибудь вузе в Южно-Казахстанской области, их у нас вполне достаточно, по госзаказу, о котором сегодня говорили, хотя бы одну группу дать Южно-Казахстанской области для подготовки именно русскоязычных журналистов. К сожалению, у нас это очень большой сейчас дефицит. Вообще, честно говоря, мы небольшие сторонники того, чтобы было такое понятие, как хотя бы какую-то группу открыть. Вы должны понять правильно, мы за то, чтобы это была качественная журналистика. То есть я понимаю, что вам нужно, чтобы штат укомплектовать, вам нужно журналистов набирать, чтобы люди были с этими корочками, но нам нужна качественная журналистика. Легче убрать вот этот пункт о том, что должно быть наличие именно журналистским образованием. Мы сами готовим журналистов, хороших журналистов. У нас очень грамотные журналисты. Но мы не можем давать им диплом журфак. В этом проблема. Ну я бы не хотел сейчас такой громкий заголовок для журналистов придумывать, что там Абаев поддержал, чтобы убрать, чтобы в Чемкенте участвовали в госстендарах. Но я понимаю вашу проблему и даже больше скажу, что, наверное, журналистика, может быть, для некоторых это не только образование, но и призвание. Может быть, у вас действительно сидят ребята, которые... Я знаю таких ребят, которые уже на достаточно высоких позициях, которые, не имея профильного образования, показывают высокий уровень. Мы посмотрим этот вопрос. Надо будет, наверное, с местными органами тоже посмотреть. Важно. Ну, понимаете, военнослужащие же, они все служат в армии Республики Казахстан. То есть они не являются военнослужащими частной какой-то организации. То есть они тогда не будут называться военнослужащими. У нас 95% всех средств массовой информации находятся в частных руках. Соответственно, все частные СМИ, которые... Они должны как бы заниматься этим вопросом. Ну, учителя у нас все бюджетные. Занимаются и работают в бюджетных организациях. Журналисты не работают в бюджетных организациях. 95%. То есть вот тут... Как... Вот это же... Статус журналиста, да? Вот это же вопрос такой. Понятно, что если человек работает в издании, он как журналист будет. Другое дело, что для всех этих вопросов в принципе государство и предпринимает шаги. В том числе и программа 7.20.25. А как быть с теми 5% журналистов, которые работают на ГосМИ? Да. А это вопрос такой, что мы перед каждым руководителем подведомственных организаций ставим эту задачу. В какой-то степени где-то этот вопрос решается, где-то не решается, где-то есть общежитие. Ну, этот вопрос будет индивидуально решаться с каждой подведомственной организацией министерства. Если они приходят к нам с предложениями, мы всегда их поддержим. То есть тут разные вопросы есть. И может быть там складчину, разные какие-то варианты. Мы всегда поддержим. И я всегда жду предложения от руководителей СМИ. То есть таких предложений еще не поступало, да? Нет, поступают разные предложения. И в принципе, в той или иной степени мы в этом направлении двигаемся.